В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Торжественное открытие движения по новой транспортной развязке автомобильной дороги М5 Урал. В военно-промышленном банке появилась новая администрация. И студентов бесплатно обследуют в поликлинике при областной клинической больнице. В военно-промышленном банке назначена новая администрация. Ее функции в течение полугода будет выполнять агентство по страхованию вкладов. На это время полномочия органов управления банком и права его учредителей приостановлены. На прошлой неделе регулятор отключил военно-промышленный банк от системы приема платежей, после чего ВПБ ограничил снятие наличных с депозитов и банковских карт, а также перестал принимать новые средства граждан. Временная администрация должна обследовать финансовое положение банка. Московский военно-промышленный банк входит в топ-100 кредитных организаций России. В Рязани работает три отделения банка и один банкомат. Напомним, 15 сентября ВПБ приостановил работу в городе. Сегодня состоялось торжественное открытие движения по новой транспортной развязке автомобильной дороги М5 «Урал». Работы на этом объекте велись с 2013 года. Эта трасса соединяет Москву и Челябинск, проходя через Рязань, Пензу, Самару и Уфу. Автомобильная дорога М5 «Урал» является одной из важнейших транспортных артерий страны и одной из самых протяженных. Общая длина трассы почти 1900 километров. Федеральная трасса М5 «Урал» входит в список самых длинных федеральных трасс России. Участок трассы, проходящий через селы Кирицы и Сушки Спасского района Рязанской области, в последние годы был одним из наиболее проблемных. Открытие объезда, строительство которого началось еще в 2013 году, означает, что участок федеральной трассы М5 «Урал», который ранее проходил через поселки Кирицы и Сушки, будет выведен за пределы населенных пунктов. А это гарант не только удобства, но и безопасности движения. Ввиду профиля дороги, ширины и полосности, пропускная способность участка была низкой. Дорожное полотно сильно износилось. Здесь постоянно образовывались пробки. Сегодняшний участок дороги, первый, самый высший технической категории, он соответствует всем международным и российским стандартам, не только по качеству дорог, но и по требованию безопасности, с разделением встречных потоков, освещенности участков дорог там, где это необходимо, уклонов дорог и обустройстве обочины, для того, чтобы даже те, кто попал в дорожно-транспортное происшествие, они минимизировали ущерб от этой аварии. 13-километровый участок четырехполосной дороги с разделением встречных полос после трех долгих лет строительства введен в эксплуатацию, что существенно увеличит пропускную способность трассы и экологическую обстановку в Спасском районе. Долгие три года и 2,5 миллиарда рублей потребовались на строительство этого объекта. Однако, несмотря на радость от появления новых качественных километров дороги, никто не забывает о предстоящей работе. Дорогие друзья, мы готовы торжественно открыть новый 13-километровый участок федеральной трассы М5 «Урал». Мы собрались здесь не только для того, чтобы поздравить и перерезать ленточку, мы собрались для того, чтобы обсудить, каким образом притворять в жизнь решения президента о дорожном строительстве здесь, в Рязанской области. А эти решения касаются не только федеральных дорог, это межмуниципальные дороги, это сельские дороги, те самые дороги, по которым поедут школьные автобусы. В этом году Рязанская область получила беспрецедентные средства за счет системы «Платон», взимающей плату с 12 тонников. И средства эти направлены не только на приведение в нормативное состояние региональных дорог, но и улиц города, результаты чего уже видны. В планах строительство новых развязок и объездов. «Мы сегодня обсуждаем и перспективу, в том числе и строительство развязок по М5, которые проходят в черте города Рязани, дальнейшее строительство развязок. Вы знаете, что в этом году уже приступили к строительству развязки в районе Михайловского шоссе, и я надеюсь, что в следующем году она будет построена, но проблемы там еще остаются». По словам Максима Соколова, все нуждающиеся в реконструкции участки федеральных трасс будут приведены в нормативное состояние к 2018 году. В планах Минтранса поддержать региональные сети, в частности Рязанскую область. Эти задачи будут решаться и дальше за счет объединения усилий Минтранса, региональных властей и Росавтодора. О том, что дворы областного центра нуждаются в ремонте не меньше, чем дороги, разговор идет уже давно. Большой головной болью для жителей домов является бездорожье. Во многих дворах асфальт весь в ямах, глубина которых достигает местами до 25 сантиметров. Во время дождей образуются лужи, в которых можно повредить не только автомобиль, но и ноги. Вполне возможно, что про дороги во дворах городские власти забыли. Другое объяснение этим болезненным местам областного центра придумать сложно. Сгладить ситуацию, а заодно и дорожное полотно, например, по адресу Новоселов 35, люди пытаются время от времени самостоятельно. Засыпают периодически ямы щебенкой, но такое лечение, как правило, влечет за собой кратковременное улучшение состояния. В первой серьезной дождь и дорога вновь серьезно больна и разбита. В первые дни лета здесь был проведен ямочный ремонт. На некоторое время местные водители выдохнули, но не прошло и нескольких месяцев, как дорогая каждому сердцу местного жителя и колесу его авто, яма вновь приобрела свою привычную глубину. Местная проблема до сих пор ждет своего ответа на славном портале с символичным названием «Исправим вместе». Здесь обещают превращать городские минусы в плюсы, надо лишь рассказать о них на сайте. Автор опубликовал пост еще месяц назад, и на фото видно, что яма вот-вот только после ремонта. Если уложены асфальтовые камни в полуметровую яму на подъеме во двор, можно, конечно, назвать ремонтом. Проблема ждет своего решения с 19 августа. В ожидании осенних дождей и жители домов четвертого квартала все в том же районе Дашковой песочни. Эта дорога – основной въезд в микрорайон к домам, которые расположены на улице Зубковой. Здесь этим ямам позавидуют любые городские пробоины, а для жителей дорога домой превращается в ежедневное преодоление полосы препятствий. Из-за ям в асфальте их двор больше похож на военный полигон после бомбежки, нежели на зону для отдыха. Если проехать дальше, в районе Дубовой рощи такая же разбитая дорога. Кстати, это место тоже можно найти на карте портала «Исправим вместе». Под фото написано, проблема ждет ответа. Студентов бесплатно обследуют в поликлинике при ОКБ. Врачи говорят о том, что многие болезни приобретаются именно в юном возрасте. Как избежать заболеваний еще в студенчестве и на что именно нужно обращать внимание – смотрите в следующем материале. Пришедшие в Центр здоровья студенты – друзья Ксении Промаховой. Все они прошли комплексную оценку своего здоровья, то есть профилактику, причем бесплатно, на современном оборудовании безболезненно. Посмотреть функцию органов дыхания, посмотреть сердце, рост веса, измерить давление, пульсоксиметрию. Мы можем сделать экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин. То есть за малое количество времени мы получаем максимум информации о состоянии всего абсолютно организма. После обследования врач дал Ксении рекомендации, соблюдая которые она может оставаться в состоянии здорового человека. Главная цель Центра – не научить человека, как ему лечиться, избавляться от заболеваний, а сделать так, чтобы он вообще никогда не болел. Пройдя комплексное обследование в Центре здоровья, Ксения отправилась на биоимпедансное исследование состава тела, получив эту услугу в подарок за то, что привела с собой пять друзей. Акция «Приведи с собой пять друзей» действует для любых студентов региона. Это исследование выполняется с помощью переменного тока, проходящего по телу. Разные ткани организма дают разное сопротивление. На основе этого выводятся результаты. Для того, чтобы следить за своим здоровьем, необходимо знать состав своего тела, то есть композицию, из чего вы состоите, сколько у вас мышц, сколько жира, есть ли жидкость лишняя. Для того, чтобы понимать вообще, что ждать от своего тела. Аппаратура выдает данные об иммунитете, о том, чем питается человек, каков обмен веществ. На основе этого врач может дать человеку рекомендации по питанию, отдыху или занятиях спортом. А я, наверное, сейчас пойду покушаю рыбку в ресторанчике с удовольствием уже. Не будет у меня вот этого осадка, что я покушаю и толстею. Я с удовольствием пойду покушаю и буду понимать, что для меня это будет полезно. Прибор показал, что организму Ксении нужен белок. Если попробовать применить рекомендации, то через время можно еще раз пройти исследование и посмотреть, что изменилось, чтобы увидеть свой прогресс. Это нужно для того, чтобы изменения мотивировали на дальнейшее поддержание здорового образа жизни. В Рязани состоялась выставка работ ТОСов, приуроченная к церемонии награждения победителей городского смотра конкурса на лучший комитет по итогам года. Конкурс проходит уже в 19-й раз. На результаты деятельности тех, кто благоустраивает дворы, обращают внимание городские власти. Многие ТОСы оформили свое предложение по развитию территории в общественные проекты, которые будут реализованы силами активистов. Они направлены на благоустройство территории, проведение праздников, дворов и поселков, физкультурно-оздоровительные мероприятия, организацию досуга для детей и молодежи. На их реализацию выделили гранты. Выставка, организованная в фойе Дома общественных организаций, вызвала большой интерес среди присутствующих гостей. На ней были представлены работы, изготовленные руками активистов, стенды, фотоальбомы, поделки. Также можно было попробовать домашнюю выпечку и заготовки, и даже оценить вокальные данные участников. Посетил мероприятие и поздравил работников ТОСов глава администрации Рязани Олег Булеков. Мне, как руководителю администрации, сегодня не представляется уже своей работой без вас, без наших ТОСов. Вы знаете, потому что вы сами близкие люди, потому что вы точно знаете, что людям нужно, что им необходимо. И, конечно, те встречи, которые я провожу, они дают мне некий заряд энергии и дают правильный метод направления, куда и как должна развиваться администрация. Куда мы должны направлять средства. И, конечно же, в этом ваша заслуга. Председатель ТОСа поселка Южный Сергей Федотов рассказал о том, что подобные мероприятия действительно стимулируют активность у населения. Многие делают что-то во дворах, благоустраивают их своими руками, разводят цветы и украшают территории. А власти ценят такую деятельность и, конечно, поощряют ее. Если в любом доме или в частном секторе есть хотя бы один человек, который начинает что-то делать, это достаточно заразная вещь. И, понимаете, все подтягиваются, подтягиваются, подтягиваются. Вы смотрите, как с субботниками. Раньше было тяжело заставить. А сейчас у нас даже депутаты на субботники ходят. Вот возьмите второй округ. У меня на Южном постоянно в Саракенде бывает. Помогает жителям и сам участвует в субботниках. Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 1999 года. Количество участников постоянно увеличивается. В этом году на конкурсы представили 224 заявки в четырех номинациях. Лучший общественный проект по месту жительства, лучший двор, лучший подъезд за личный вклад в развитие общественного самоуправления. Итоги конкурса были подведены 30 августа на заседании конкурсной комиссии. Были выбраны победители в каждой номинации. Всего 98 человек, что на 28 конкурсантов больше, чем в прошлом году. Красота и творчество идет рукооб руку с развитием человечества. Меняются стили. Сейчас во многих странах и городах России появляются музеи современного искусства. Мечтают ли рязанцы погрузиться в мир абстракций, звуков, формы и содержания, знает Анна Герцовская. Сами горожане говорят, что на данный момент площадок, где можно познакомиться с современным искусством, недостаточно. Что интересно, художники, скульпторы и музыканты подобного жанра в городе есть, а музея нет. Может, поэтому многие горожане затрудняются ответить, какие представители современного искусства родились или живут на рязанской земле. Как вы думаете, нужен ли в Рязани музей современного искусства? Я думаю, что да. Нужен современный, конечно, и новые тенденции, конечно, обязательно. А каких рязанских художников вы знаете? Честно говоря, вот и не знаю, поэтому бы и хотелось бы узнать. А как же, конечно, мы сейчас к культуре обращаемся, поэтому нужно. Ну, я думаю, нужен. Чем больше музеев, тем лучше жизнь. А каких современных художников, может быть, вы знаете, если знаете рязанских? А рязанских художников? Геннадий Пустовой. Ну, наверное, только одного и знаю. Александр Бабий. Прекрасный учитель рисования. Он же художник. А рязанских художников? Затрудняюсь. Каких художников рязанских вы знаете? Нет, я не знаю. Да, я не знаю. К сожалению, наверное, тоже не знают. Вот поэтому, наверное, и надо, чтобы все знали своих художников современных. Действительно современных художников. Тем не менее, некоторые имена художников прозвучали. Есть в Рязани и другие. Василий Николаев – яркий представитель современного жанра. Известен за пределами России. Его работы появляются на выставках в Европе. Живописец заметил, что там люди порой с большим пониманием относятся к его романтическому импрессионизму и абстракционизму. Там система и образование другая. И дети их с малолетства вводят на выставки. Они там прямо на полу располагаются, смотрят на этих работах, спрашивают у меня. Вот сейчас у меня персональных много там было в выставках. И вот они заинтересованы. Они понимают, они разбираются. И вот это понимание, оно, конечно, давало заряд на то, чтобы и здесь приехать и тоже что-то делать. Потому что знал, что, несмотря на то, что здесь союз художников чисто реалистический до сих пор, это пейзажи в основном. И очень мало там, ну, на чем морды, цветы. А там, возможно, то, что я люблю и то, что я хочу писать. И все равно меня поймут. Василий Николаев начинал с реализма. Но это было давно. В основном он привык воплощать яркие эмоции, жизнь, настроение, которые можно уловить, почувствовать, прожить, глядя на его работы. Конечно, его выставки часто проходят и в нашем городе. Сейчас несколько работ расположены в драмтеатре. Но место объединения различного современного искусства в Рязани точно бы прижилось. Как, например, в Москве или в Нижнем Новгороде. Там экспозиции меняются довольно часто. Придя в музей, можно погрузиться в небывалую атмосферу, прочувствовать ее и пойти дальше совсем в другом настроении. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. Мы желаем вам хорошего настроения и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok